Хорошая страна Америка, а Россия лучше всех. С такими словами Никита Хрущев вернулся в Советский Союз с США. Визит Хрущева в США стал по-настоящему эпохальным событием. Никита Сергеевич – первый в истории российский лидер, посетивший Америку. Причем сделал он это в разгар холодной войны. Хрущева пригласил лично президент США Дуайт Эзенхауэр. Советского лидера обещали встретить как дорогого гостя, но Хрущев сразу понял – его визит будет похож на реалити-шоу. Тогда Никита Сергеевич решил вести себя как настоящая звезда. Приезд советского лидера взбудоражил американскую общественность. Люди ожидали увидеть монстра с ядерной бомбой за пазухой, но главным оружием Хрущева стали открытость, простота и обилие провокационных шуток. Например, он пообещал не бомбить родной город, понравившегося ему Синатра. Своим неформальным поведением советский лидер сразу завоевал сердца простых американцев. За 12 дней Хрущев посетил множество городов и штатов. В Нью-Йорке он ругался с уличными хулиганами и обрадовался, когда лифт с ним застрял на 30-м этаже. Ведь это значит, что их технологии не так уж и хороши. В Лос-Анджелесе Хрущев развлекал простых детей на улице и обрел еще большую популярность у американцев. В Голливуде Хрущев встретился с Мэрилин Монро и Фрэнком Синатрой. В Мэрииленде учил фермеров, а зам свиноводства. А в Айове посетил огромные кукурузные поля и еще больше вдохновился идеей засадить СССР кукурузы. Но больше всего Хрущеву в США понравились хот-доги и автоматы с газировкой. А вскоре в Советском Союзе появились сосиски в тесте и аппараты с водой. Когда пришло время уезжать, Хрущев назвал американского президента своим другом и подарил ему советские новогодние игрушки, которые до сих пор хранятся в семье Эйзенхауэра.